Приветствую друзья! Как многие знают, наушники Let's Shoe это лучшее, что только можно найти в своем сегменте. Так вот они, по примеру компании KENERA, тоже решили сделать свой собственный мобильный ЦАП, но не на прожорливых полноразмерных чипах, а на двух специально созданных для подобных целей ESS ES92-19C. В остальном у нас полностью металлический корпус, два аналоговых выхода, механический переключатель уровня усиления и стильный светодиод через всю переднюю панель. Это решение занимает первое место в моей подборке ЦАПов на конец 2024 года. Знакомимся, Let's Shoe DT-03. Коробка у модели строгая, с перечнем технических характеристик и фирменным логотипом. В комплекте шла документация, неплохой чехол из кожзаменителя, переходник на обычный USB разъем, в меру длинный Type-C кабель в матерчатой оболочке и ровно такой же, но короче, с Type-C на Type-C. Из начинки мы знаем о двух установленных внутри чипах ESS ES92-19C и выходной мощности в 78 или 195 мВт, в зависимости от выхода. Да, это не сказать, что много, однако для тех же планарных наушников вполне хватит. PCM поддерживается до 32 бит 384 кГц, а DSD до DSD 256. При долгой нагрузке аппарат немного нагревается, а в паузах я слышу абсолютную тишину. Корпус улетшует DT-03 металлический со светодиодом через всю переднюю панель, раздельными кнопками громкости и механическим рычажком для переключения гейна. По торцам же идет классический Type-C и два выхода 3.5 и 4.4 мм джек. По потреблению аппарат вполне стандартный. Чуть больше 13 сотых ампера. Что с одной стороны весьма достойно, а с другой для 195 мВт мощности хотелось бы наверное поменьше. Драйвера на официальном сайте я к сожалению не нашел, так что используйте в SAP или тот же ASIO4ALL. Всему же мобильному и построенному на Linux вообще ничего для работы из софта не нужно. Все измерения я проводил в 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на ЦП и Ванда Космос. В результате получил заметное доминирование балансного выхода над обычным на 3.5 мм. Причем не только во взаимопроникновении каналов, но и во всех возможных искажениях. Так, на гармонических 4.4 мм выход показал минус 113 дБ, а с 3.5 мм я получил минус 100 дБ. Интермодуляционные искажения на 4.4 мм составляют минус 115 дБ, а на 3.5 мм минус 102 дБ. Шумы везде на минус 158 дБ и там и там высокий динамический диапазон и в обоих случаях мы имеем непонятный всплеск на АЧХ. Перепроверил все несколько раз, увеличивал нагрузку, все зря. Скорее всего это исправят только с обновлением прошивки. Суммарно, конечно, получилось скромно, с артефактами и далеко не запредельными 37 и 158 процента THD. Зато по мощности, несмотря на заявленные значения, у нас классические 2 и 4 в РМС. На слух летшую DT03 дает достаточно объемное живое звучание с неплохой четкостью, проработкой и вовлечением в материал. Это, пожалуй, лучший выбор для джаза, симфонической музыки, чего-то вокального или текстурно ориентированного. Технично здесь тоже на уровне, как и разделение и разнообразные скоростные характеристики. Но такой точности, хлесткости и прозрачности, какую нам способны предложить Celeste CD20 или SMS LD10, добиться от героя обзора крайне сложно. Он скорее про певучесть, артикуляцию, великолепный масштаб, прекрасно переданную сцену, макродинамику и эмоциональную составляющую. Слушать DT03 просто невероятно интересно и очень комфортно. Бас глубокий, насыщенный, серединка сочная, живая, в достаточной мере выразительная, с множеством всяких мелких нюансов. Как и верха, которые больше дополняют средние частоты, лишь слегка обогащая грув гармониками. То есть все естественно и предельно гармонично, но без прямо выраженной детализации, усиленной резкости, хлесткости или неоправданной агрессии. На мой слух, все предельно натурально и максимально честно. Но если вы любите более яркий поджарный звук, лучше посмотрите в сторону Celeste CD20. Больше масштаба и музыкальности можно найти, например, в Artemis 39 от 7 Гц. В остальном решение отличуем. Это такой баланс с легким смещением в сторону эмоциональности, мелодики и красоты построения всего аудиального полотна в целом. Бывает, когда видно, что музыкант профи играет восхитительно, но как-то отстраненно и без души. Так вот, это не наш случай. Тут наоборот, музыке прямо тянется переживать, погружаться в нее целиком и ловить всякие акустические изыски. Я такое очень люблю и высоко оцениваю. А сухая нейтральная может отыграть 95% ЦАПов от других производителей. Герой обзора раскрывает непосредственно характер произведения. Подчеркивает всякие тонкие моменты, обогащает звук теплой почти пленочной мягкостью и наделяет той самой изысканностью. Именно поэтому он номер один в моем топе. По мощности, как вы уже поняли, у нас те же значения в РМС, но ниже в ватах. Потребление один в один, как у Селест и СМСЛ. И на текущий момент есть недочеты в измерениях. То есть можно до него докопаться. Однако поется настолько восхитительно, что я готов простить ему все эти мелкие недочеты. Если вы, как и я, оцените сочность, мелодику и чуть теплую бархатность подачи – это самое оно. Я получил просто море удовольствия, да и слушал не только джаз, но и всякое оркестровое, академическое, фанк, рок, кучу всего акустического и массу электроники. Этот аппарат буквально вдыхает в музыку жизнь, как всякие серьезные большие ЦАПы. Итогом мобильный ЦАП летшую ДТ-03 очень круто выглядит. Имеет механический рычажок для гейна, большой стильный светодиод, неплохую мощность в 4 в РМС на балансе, такие же измерения, энергопотребление и максимально живое масштабное сверх эмоциональное звучание. С ним я буквально растворялся в музыке. При этом все здесь нормально с разрешением, динамикой, атакой и выразительностью. Верха особо не ярчат, но и не задвинуты. Все предельно гармонично, насыщенно и просто сверх музыкально. Это, еще раз повторю, номер один в моем рейтинге мобильных ЦАПов на конец 2024 года. Да, не все с ним идеально, но поет он совершенно потрясающе. А у меня на этом все. Это был мобильный ЦАП летшую ДТ-03. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова